Между тем в Рамитском ущелье Таджикистана ищут боевиков группировки бывшего замминистра обороны Абдухалима Назарзады. Сейчас на прямой связи из Душамбе наш корреспондент Вера Исмаилова. Вера, здравствуйте. Скажите, насколько успешно проходит спецоперация? Да, здравствуйте, Александр. Ну вот, буквально несколько минут назад Министерство внутренних дел и Госкомитет национальной безопасности распространили новое заявление. В нем они обнародовали цифры о задержанных преступниках. Всего с начала спецоперации с помощью местных жителей были задержаны 18 членов преступной группировки. Опять-таки, благодаря населению изъят большой арсенал оружия. Это винтовки, автоматы, пулемет, боеприпасы. Всего 134 единицы. Добровольно сдались властям 7 членов преступной группировки. Министерство внутренних дел и Госкомитет национальной безопасности благодарят местных жителей за помощь в сотрудничестве и обещают вознаградить за помощь в поимке и обезвреживании преступников. А тех, кто сам добровольно сдаст оружие и боеприпасы, обещают не привлекать к уголовной ответственности. А в целом, с начала спецоперации с помощью местных жителей и силами силовиков задержаны более 100 членов преступной группировки. Сейчас в Араминском ущелье продолжается спецоперация по обезвреживанию бандитов. А в целом, в Душамбе и в Ахдаде ситуация остается спокойной и находится под контролем силовых ведомств страны. Александр. Вера, спасибо. Наш корреспондент Вера Исмаилова о задержании боевиков в Араминском ущелье. Редактор субтитров А.Семкин